ПИКСЕЛЬ ГЕЙМЕР ПИКСЕЛЬ ГЕЙМЕР А на самом деле нет, даже если у вас уровень знаний английского А1 или А2, вы все сможете, я в вас верю. А теперь давайте все-таки вернемся к теме, ну или к тому, что я сегодня для вас подготовил. И начнем мы со среднего FPS в игре. И я думаю, что у многих игроков была проблема с производительностью игры. Но судя по статистике, проблемы вообще нету. Максимальный средний FPS в игре равен 59. И взят он на основе статистики игроков на карте Вашингтон, который является, кстати, самой большой по количеству объектов. Что касается FPS, у меня тут проблема недавно была с интернет, мне пишут, что у меня 80 FPS. Но картинка вот когда поворачиваешь такая дерганая, как будто там 50 с натяжкой. Я с этим пытался целый месяц бороться, потом решил смириться и внезапно о себе зашел в настройки и увидел, что не стоит галочка рядом с вертикальной синхронизацией. Поставил ее там. Уже FPS не 80, а ограничено до 60. И тут внезапно картинка плавная. С чем это связано, я не знаю, но допустим, что так оно должно и быть. Если у кого-то такая проблема, теперь он знает, как ее решить. Идем дальше. Что касается средней продолжительности жизни, то довольно-таки забавно, что средняя продолжительность игры на всех картах, включая карты даже мастерской и самодельной, практически одинаково и отличается лишь на 5-15 секунд. Также карта ПИ имеет самую среднюю продолжительность жизни 400 секунд, а ЮКОН самую большую 420. И это немного странно, ведь ЮКОН считается самой сложной картой в игре, потому что там и погодные условия, и температура и так далее. Но мне кажется, 420, ну на 20 секунд больше только потому, что игрок дольше находится в домах и, собственно, не нарывается на зомби в то время, когда ждет, ну, чтобы отогреться. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, на этой карте осторожничать, и из-за этого дольше живет. А на ИПИ можно вроде бы ничего и не бояться, из-за чего очень часто попадать в разные передряги и умираешь. Так, причины смерти. Ну, статистика о причине смерти игрока почти идентична на всех картах. Первое место, как ни странно, занимает смерть от оружия. Второе, смерть от зомби. Третье, это потеря крови или самоубийство. Но не стоит забывать, что статистика практически идентична. И есть некоторые нюансы, которые отличаются. А сейчас речь идет именно о карте ЮКОН, где совсем другие погодные условия. По статистике, на этой карте игроки чаще всего умирают от зомби. 37%. Ну, а от оружия почти в два раза реже. Всего лишь 18%. Не зря даже в описании карты ее называют сложной. А по статистике, практически каждый шестой игрок выбрал себе профессию Special Ops. Или 35% игроков. И выбор всех игроков достаточно очевиден. Потому что, если вы качаете Special Ops, вы сразу видите эффект от него. Вы начинаете лучше владеть оружием. Кстати, то же самое и со скиллом Полис, который выбрало 17% игроков. А вот если вы прокачаете себе Шеф, ну, вы будете немножко больше насыщаться от еды. И все. И это практически никакой выгоды вам не дает. Ну что ж, на этом мое видео подходит к концу. Буду надеяться, оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте поставить лайк под этим видео. И подписаться на мой канал. Полную информацию о статистике вы сможете узнать, перейдя по этой ссылке. Ну, или аннотации, которая у вас появилась на экране. Ну, а с вами был Pixel Gamer. До новых встреч!